Истоки Нила А самая высокая вершина покрыта ледником Здесь встречается много уникальных видов животных В джунглях можно увидеть ровензорского турако Птицу с пестрым оперением, который живет только в этой местности Еще одним уникальным видом является хамелеон С причудливым длинным приплюснутым носом Напоминающим притупленный нож Эти медленно передвигающиеся существа Мха изобилует здесь благодаря большому количеству насекомых Живущих в густых джунглях На высоте 3000 метров над уровнем моря Ежедневно над лесом образуется плотный туман В этой влажной среде формируется многослойный мох Который растет толстыми пучками У мха имеются остроконечные листочки С широкой поверхностью Благодаря чему накапливается много влаги для растений На которых он произрастает Выше на высоте приблизительно 3400 метров На всей этой территории растут гигантский кактус И гигантская лобелия Гигантская лобелия благодаря своему полному стеблю Достигает огромных размеров Тепло от солнца, накапливая за день в стебли Защищает растения от холода в ночное время Чем шире стебель, тем сохраняется больше тепла И тем больше становится растения Гигантский крестовник усыпан увядшими листьями Которые могут накапливать влагу от тумана И защищать растения от обезвоживания в жаркие дни Ледниковый пик Маргарита достигает высоты 4700 метров над уровнем моря Ледник занимает полтора квадратных километра Его толщина составляет 100 метров Капли воды от тающего ледника Создают первые горные потоки Которые затем соединяются, образуя первую речку Она стекает с гор, через лес и джунгли И в конечном итоге становится рекой Нил Редактор субтитров А.Семкин